Что ты ржешь? Ничего. Блястит зато. Все ты ржешь, что-то надо мной не понимаю. Блястит же. Блястит. Золото. Блястит. Во, какая красивая. Всего за 18 рублей 30 копеек. В магазинах эти товары отмечены специальными ценниками. X-Price. Близкая цена. Блястит. Что ты не понимаешь? Такая шляпка. А как тебе такая шляпа? У тебя уже есть такая. Ну, у меня нет такой шляпы с большими полями. Здесь такие большие поля. А здесь еще вот такая шляпа есть. Я в нее не влезаю. Не влезла. Ай. Застряла. Тапочки. Тапочки мне такие очень нравятся. Мне, как раз, таких тапок хватает на месяц. Пошляндала. Один раз постирала. И выкинула. Вот эти я какие-то брала тогда. Они были очень неудобные. Что-то мне в них жало. Знаете, какие-то дорогие. По 199. А вот эти вот. То, что надо. То, что надо как раз. Сейчас мы попробуем найти мой размер. Ренат думал, что это шлем на голову. Вот такой вот здесь для огурцов. Ну, как раз. Такая штучка одеваешь. И психиатрическую клинику сразу. Даже написано. Кашпо. Садовая. Вот такие подсвечнички. Свечи эти пахнут? Пахнут. Но она невкусно пахнет. А это вкусно. Сладковато. Вот это вкуснее. И это вкуснее. Ты корзинку возьми, если она какую-нибудь заберет. Ну да. Эти повкуснее. Кстати, нам нужна была земля. Земля. Я даю тебе цветок. Спасибо. Он тяжеленький. Это для сада. Цветочек для сада. Приблуды всякие для сада. Такая тонкая. Такая тонкая. Кашпо-садовая. Кашпо-садовая. Темная есть. Вот для окрашенных тусклых волос. Бальзам-календиционер. Интересный. Знаешь, что поищи? Может где-то где свечки, есть такая штучка. Наливаешь туда и поджигаешь. Капаешь масло, а внизу свечку поджигаешь. Есть какие-нибудь штучки поджигачки? Пластины от комаров. Вот я так еще не пробовала. Написано без запаха. Тайга. Попробуем? Давай. Ну и здесь 4 штуки. Псяшь как много. А если они вонючки? Давай попробуем. А это нам не надо. У нас есть дома. Здесь есть еще лента от мух тайга. Спрей от комаров. Кстати, антимоль. Антимоль 27,50. Вот это я хочу. Вот здесь кепочки детские и всякие шляпки. Ну-ка, иди ко мне сюда. Одень-ка ее. Я уже одела. Все? И дальше не одевается? Да. А ухи, ухи? Ухи торчат. Не, ну куда ты их заправляешься? Она, наверное, так вот одевается. Как шлапа. Ну-ка, панамка детская. А кемка детская? Она большего, от Ангиби. Это джинсово прикольно. Бейсболка. Так, я на что хотела? Панамку. Панамочку. Ну-ка, померь панамку. Это детская называется? Кажется, она не детская для ушек. А вот эта? Ну, это, извините, тоже какая-то не детская. А синяя? Шесть-восемь лет. А на синячу написано. Шесть-восемь лет. Ну-ка. Ну так, забавненько выглядишь. Так, бабушка просила узнать полотенце. А полотенца я здесь не вижу. Только вот такие. Это бумажные. Плантецы бумажные по 99. Двухслой на один рулон. Надо бабушке показать, они такие огромные. Два слоя. А вот они какие-то дорогие. 199. Вот это он. Возьмем бумажку. Простую вот такую. За 11. Мало ли, наш кот наблевакает. Вот маленький персил. Можно даже с собой куда-нибудь его брать. 77. Очень удобно. Так, а порошка для стирки я не вижу, да? Есть. Миф. Морозная свежесть 27. Мне как раз нужен был. А, он ручной. Я не хочу ручной. Биолан автомат. Никогда его не брала, не знаю. Так, у персил еще есть. Вот отбеливатель персоль кислородный. Как им пользоваться? Удобен ли он? Так. Ну, не попробуем. Порсоль экстра. Так. Что я тебе могу сказать? Снимай панамку-то. Чебе она понравилась? Нет. Ну, раз нет, тогда я положи ее обратно. Что я могу сказать? Что это ближе к нам от дома, чем к бабушке. Фикс прайсик. И будем мы сюда заходить. Детские колготочки всякие. Будем заходить. Все. Мы гуляем по Большой Пороховской. Хотели съездить в приют, но опоздали там до определенного времени. Вот. И она мне доехает просто так. У нас, оказывается, здесь трамваи все перекрупаны. По нормальному не доезжают. Там как-то на другом транспорте. В общем, опоздали мы. И наткнулись здесь на фикс прайсик. Находится он на Большой Пороховской 47. Просто пошлялись. Немножко там взяли ерунды всякой. Гантели взяли, Рената. Он будет теперь заниматься. Правда, гантели розовые, голубых не было. Вот. Будут заниматься флортом. Каждый день будешь отжимать гантели. Будешь? Да. Он у меня весь какой-то прыщавый, закусанный комарами. Взяли таблетки. Называются они пластины. В общем, они пластины по 55. Дома потом покажу. Шли мы, шли по улице. И нашли. Та-дам! Такая коробка. В общем, еще одна коробка для нашей квартиры. Так как мы сейчас делаем ремонт в комнате, то нам приходится сейчас я это все занавесила. А вообще нужно еще вот из этого шкафа большого. Вытаскивать все книги. Куда их класть, я не представляю. Вон их там сколько. Внизу, наверху. Серванты мы выложили, все обложились книгами. Вот такая коробочка очень даже нам пригодится. Так. Что мы взяли в фикс прайсе? Мы взяли вот такую вот тайга уничтожения моли и личинок. Хочу повесить. Она с лавандой. А стоила она... Подвесная секция 27,50. Вот такие гирьки мы взяли. Значит, посмотрели один фунт. Один фунт. Это 454 грамма. В общем, меньше, чем полкило. Почти ничем не пахнут. Ну, нормально пахнут. Чем-то резиновым таким немножко. Вот. Сталь ПВХ. Будет Ренат у нас тренироваться. Может быть и я буду. Не знаю. Так, кстати, а стоили эти гантельки по 99, да. Я уже говорила. И вот эти вот мы попробуем тайга, пластины от комаров. Стоили эти пластинки по 55, их 4 штуки. То есть упаковка 4 штуки, они уже стоят 55. Попробуем. Написано без запаха. Очень на это надеюсь. Вот. А потом мы зашли в 7 шагов. Маленькие. Я просто взяла яйцо, лаваш, яйцо и сахарный песок. Песок я взяла у них по 30 рублей. Лаваш 15. И вот меня заинтересовали эти яйца. Они третья категория. Значит, они маленькие. По 25 рублей. Сейчас мы попробуем сравнить с обычным яйцом. То есть вот они такие вот крошечки. Вот яйцо обычного размера. Ну, среднего, скажем. Оно не огромное, но среднего. И вот такие гномики. Вот как оно смотрится на руке. Синявинское. У меня просто Ренат не очень любит вареные яйца. Иногда очень так удобно. Может быть, он соблазнится маленьким размером. Попробуем его так накормить. Вот, чтобы размер понять. Вот берем стандартную держатель для яиц. Да, такая сеточка. И, в общем, вот кладем туда яйцо. Та-динь! А яйцо не кладется. Он убегает. Попробуем его в другое место посадить. И все то же самое. Все-таки крошки. Яички-крошки.